Новосибирск нельзя назвать историческим городом, но вся история архитектуры 20 века запечатлелась на наших улицах. Это и купеческие дома из красного кирпича, и здания эпохи конструктивизма, каких очень много в нашем городе. И не все, к сожалению, они находятся в сохранности. Многие из них просто утеряны, какие-то превращены в руины. История разрушения зданий военного городка в Октябрьском районе происходит прямо на наших глазах. Исторические здания, которые прекрасно простояли более 100 лет, сейчас превращаются в развалины. В таком же виде находятся дома работников бывшей Алтайской железной дороги на улице Якушева. Их расселили, сломали крыши и забросили. Теперь это просто развалины, которые разбирают на кирпичи непонятные люди. После обращения граждан в прокуратуру, часть окон закрыли гофролистом, который кое-где оторвался от ветра. Пройдет некоторое время, утащат и его. Об этом и многих других проблемах, связанных с содержанием памятников, говорили на пикете, который прошел в сквере у глобуса в Международный день памятников и исторических мест. В нашем городе памятники истории, они зачастую скромные, да? Но в этих скромных памятниках творилась героическая история нашего города без преувеличения. И их необходимо сохранять. Конечно, сейчас многие исторические здания реконструированы. Многие продолжают ремонтировать, но проблемы остаются, и их надо решать. У нас есть деревянный купеческий Новониколаевск, кирпичный купеческий Новониколаевск. К сожалению, уже все совершенно испорчено, порушено. У нас есть классицийское наследие, наследие сталинское наследие, которое тоже разрушается. Нужно поменять отношение к своему историческому наследию. Сможем ли сохранить то немногое, что осталось нам от предыдущих поколений? Сможем ли донести его до будущих? Пока что приходится отвечать на этот вопрос без излишнего оптимизма. Но стоит сказать спасибо людям, которые неравнодушно следят за ситуацией, а продолжают бороться. В воскресенье, 21 апреля, в военном городке у музея «Россия. Моя история» пройдет субботник, организуемый Новосибирским отделением Всероссийского общества охраны памятников. Всех желающих в рабочей одежде ожидают к 11 утра. Продолжение следует... Продолжение следует...